Всем привет, я Adonis, сегодня мы начинаем проходить игру Mass Effect Andromeda от легендарной студии BioWare, подарившей нам множество великолепных игр в жанре RPG, таких как Baldur's Gate, Neverwinter Nights, Star Wars Knights of the Old Republic, Jade Empire, сам Mass Effect, конечно же, трилогия и Dragon Age. Все игры великолепные, всем советую их пройти. Ну а перед нами новая игра под брендом Mass Effect, Andromeda. Посмотрим, продолжит ли она великие традиции компании BioWare. Мы находимся в настройках персонажа, можно выбрать пол, в принципе все более-менее стандартно, как во всех Mass Effect. Внешность оставим по умолчанию, подготовка, выбор тренировки, в принципе так же как в Mass Effect. По крайней мере третьими, как раз недавно прошел его. Выберем оперативника, имя. Но обычно в Mass Effect имя ничего не значит, обращается к нам по фамилии, раньше Шепард был, теперь будет Райдер. Адонис. Адонис Райдер. Близнец. История. Шепард. По умолчанию стоит женщина, интересно. Я думаю, большинство все-таки играли за мужика. Так, ну все. Отправить, то есть подтвердить и начать игру. А, сложность. Пять сложностей есть. Ну поставим эксперта. Самое то, думаю. Ух, прям мурашки по коже. Как же я давно это ждал в игру. Специально лишнюю информацию не читал, чтобы все было в новинку и интересно. Electronic Arts представляет. Производство BioWare. После этих букв всегда великолепные игры. Каждый большой момент в нашей истории начался с мечтой. Каждый мягкий лап вперед был достижен тем, кто готовит, чтобы делать все, чтобы достигнуть. Мы, все мы, для нас, оставившись семьи, домов, даже место в нашей истории. Сотрудие для обнаружения. Возвращение для обнаружения. Возвращение для нового. Сотрудие для нового. Но сегодня, что для наших причин, мы берем первые шаги к тому же для человечества. Сегодня мы начинаем создать нашим мечтам реальность. Эта цитадель? Она изменилась. Наступил 2185 год, и с ним человечество вступило в золотой век межзвездных путешествий. После открытия древних руин на Марсе, наши знания, науки и технологии подтолкнули нас в развитии вперед на тысячи лет. Многие обрадовались новообретенной свободе и стали исследовать Млечный Путь. Но были и те, кто устремил свой взор еще более далеким звездам. Для сотни тысяч искателей переключений, отправившихся в путешествие в один конец, будущее начинается здесь. Андромеда. Массэффект. Красотища. Фраза эта была в начале почти такая же, как в первом массэффекте, только там все закончилось тем, что это называется эффектом масс. 634 года спустя. Время. День. Нулевой. Час. Ноль. О, круто. Новый отсчет получается. В новый мир прибыли они. Интересно, что же их побудило так отправиться? Просто бросить все, что они знали, улететь. Неизвестно куда. Ковчег Гиперион. Гиперион. На борту 20 тысяч человеческих колонистов. Ну, не так уж и много. А, это корабль. Понятно. Классный корабль. Вообще красиво все очень. На Цитадель очень похож. Галактика Андромеда. Место назначения жилища 7. Скопление Элея. На, это они в другую галактику отправились. Хиперион Крайгеникс. Вот они, наверное, просыпаться сейчас будут. Здравствуй, наш персонаж. Мы сделали. Девушки отдыхают. Ты хочешь взять это легко. Я взял это легко за 600 лет. Райдер, специалист Рекон, Патфайнер-миссионная команда. Патфайнер-миссионная команда. Патфайнер-миссионная команда, да? Те, которые находят нас в доме. Ты можешь сделать это в что-то тропическое? Найс, варм, океан, в середине. Какого-то, мы им им даем кофе сначала. Пока что все классно. Старый добрый масс-эффект, только в новой графике. Насколько лица круче стадо? Патфайнер-миссионная команда, и Азари с ними тоже есть? Я думал, только люди. Инопланетяне, значит, тоже есть. Лица более живые стали. Вот мимика, анимация. Старался ничего не слушать, не читать про игру, но все равно слышал эти ругательства на анимацию игры. Ну, посмотрим как. Пока что вроде все красиво, приятно. Во всяком случае, лучше, чем в предыдущих масс-эффектах. Но все-таки прошло уже сколько? Лет шесть? В третьей части. Диалог. Так, стиль ответа. Стиль ответа помогает определить характер главного героя. Четыре варианта. Эмоциональный сердечко, рассудительный звездочка, непринужденная улитка, профессиональный, квадратная улитка. Сейчас два варианта. Мы этому учились, профессиональный. Такой строгий профессионал, директор школы. Мы этому учились. Леваяка такой. Где легко, там скучно. Такой типа шутник, непринужден. Он такой расслабленный сидит. Сигаретой. Где легко, там скучно. Но будем за такого отыграть. Я надеюсь, нет. Я осознавал для маленьких путешествий, чтобы мы садимся. Ну, так, так, так. Вы получаете свое желание. Да. Здесь сейчас? Парфиндер хочет тебя всех на ноги прямо сейчас. Он говорил, что готова в час. Какие идеи? Нет, но я думаю, это где твои «адвентуры» приходит. Хорошо, все проверяется. Еще один вопрос, пока я отправлю тебя на дорогу. Давайте проверим самминплант. Сам, ты наблюдаешь? Сам? Ты в интернете? Да, доктор Топеро. Добрый вечер, Райдер. Ты чувствуешь хорошо? Хм... Не, красиво. Анимации хорошие. Так, развилочка получается. Я так понимаю, это дополнительный вопрос перед тем, как выбрать вариант ответа. Полный порядок, либо все еще Тайвы. Сначала расспросим, уточним. Ах, I just need a second to get my bearings. What's this about my implant? Я в порядке. Все еще Тайвы. Я чувствую, как пупсикел 600 лет. Я надеюсь, мы пакем больше кафе. Здравствуйте, confirmed. Based on the levels of adenosine in your system, the neural implant is functioning properly. Wait... Adena-what? Это просто означает, что ты еще раздавляешься. Нет причин, почему мы не можем найти тебя на дороге. Хотя, ты может хотеть раздаваться, while we revive your sister. Это всегда помогает увидеть эффект familiar. I don't like the sound of that. Но, хорошо все не может идти. Че-то заблудность. Как будто под водой. Невесомость. Что случилось? Просто продолжай. Инженерия, report. Не, ну круто. Круто. В виде графика намного круче, чем в предыдущих частях. А, мы ничего делать не можем. Просто болтаемся. Это Кора. Я в Крайо-бэе. Дебаха с модной прической. Все хорошо? Я думаю, что так. Что случилось? Мы не знаем. Сенсоры скраблили. Но это хорошо, видеть ее. Мне кажется, как лет назад мы говорили. Это Паттфайдер. Миссионные команды продолжают подготовки. Кора, рейтеры, report to the bridge. Вы слышали? Давайте. Да, давайте. Ээээ, у нас есть проблема здесь. Это Сэра Райдер. Что происходит? Я не знаю. Надо проверить это. Там настраивали. Могли выбрать близнеца, настроить его внешность. Я не думаю, что она умерла. Так. Посмотрим. Осмотримся тут. Все так красиво. Блин. Правой кнопкой можно приблизить. Вот это плюс. Еще б лучше было, конечно, от первого лица. Но и так хорошо. То, как двигается персонаж. Я пока не понимаю, почему на анимацию ругались. Вот честно. Пока анимация в разы лучше, чем во всех предыдущих масс эффектах. Двигается он. Если вы вспомните, даже в том же третьем масс эффекте Шепард двигался, просто скользил. Вбок мы двигаемся, он ногами вперед двигает. Там, короче, жизнь была. Так, ладно. Блок данных. Изучим. Сообщение от капитана Дан. Внимание всех сотрудников Нексуса. После 600-летнего путешествия мы прибыли на место в скоплении Элея, галактика Андромеда. 2819 год. Всем медикам из отделения креста за немедленно заступить на службу. Высший приоритет команде первопроходца. Подготовите участников к ведению разведки. Сейчас проверяется сообщение о неопознанном небесном явлении. Новости будут сообщаться по мере появления. Капитан Дан. Команда первопроходца. Я так понимаю, мы в ней находимся как раз. С сестрой. Как же это все завораживает. Так круто. Хейс. Информационная стена. Здравствуй волшебная стена. Нормально. Прилетели все. На неизведанное место через 600 лет. Так. Можно разговаривать стеной. Это вообще офигенно. Другие ковчеги. А еще другие были. Ковчеги. То есть еще и ковчеги есть этих самых других турианцев и азари. В принципе основные расы в масс эффекте. И вроде бы они должны вместе. Тот же год, да? Отправления. Состояние дел. То есть мы не знаем пока на какую планету высаживаться. Будем планету искать для начала. Блин. Ну реально же все круто. Так неизведанно. Вообще интерес вот эти игры масс эффект в неизведанности. Мы познаем что-то новое. Такое невероятное. Что изменит наш взгляд на вселенную вообще. Сценаристы просто молодцы. По крайней мере раньше были. Но я не думаю что что-нибудь ухудшится. Я доверяю этой студии. Столько лет они радовали. Место назначения. В процессе выбрана Адромеда. Инициатива исследовала тысячи потенциальных, потенциальных, планированных планетов в галактике. После обнаружения необычно высокого ращита потенциальных кандидатов, или Голденуэлллд. Хелиос клустер был выбран как нашим предметом. Теперь вы ассоциальные первые ваги в Адромеде. Наш новое дом для человеческого. Когда Ассессменты завершены, Хабитат 7 был выбран как самый возможный кандидат для колонизации. Вообще не пьян, зачем они в эту галактику полетели? Не улетали, я так понял, между второй и третьей частями масс эффекта. То есть когда все вроде как спокойно было. Там куча еще планет незаселенных было. Живи, наслаждайся. Зачем же они полетели? Первый проход. Я так понимаю, сюда жнецы свои лапы не дотянут. Жнецы только в той галактике орудует. Алик Райдер? Это родственник какой-то. Близь Адромеда Инициатива 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 И центральной поддержкой Объект Нексис Локация Неизвестная Статусы Неизвестная Все неизвестно. Гарсон, а она на этом корабле, интересно, находится? Или она всех отправила, а сама осталась на земле где-нибудь? Круто, круто, все так интересно, неизведанно. Так, а сохраняться можно? Меню, кстати, такое же, как в третьем Mass Effect. Только-только закончил, сегодня проходите вы. Да, ну молодцы. Хорошее не надо менять. Так, здесь криостаз-капсулы, люди, еще не проснувшиеся. А вот, просыпаются. Вообще, отдельная фишка игр Mass Effect. Такие вот разговоры посторонних людей. Осмотрим все тут дальше. Крио-капсула. Чуть-чуть надо чувствительность мышки понизить. Так, чувствительность мыши. Ага, все прекрасно. Вот. Очень красиво все. Очень. Там никого нет, он сказал. Благодарю богу, что здесь нет, кто-то там. Тут пустые, наверное, уже кто-то вышел из нее. ладно пойдем пойдем сестричку проверим подергивание происходит в игре так то есть интересно почему азарис на так и не сказали ков прогноз кстати только из креокапсулы вывез прическа такая подготовленная так два варианта ответа технически по значку можно определить звездочка либо страстный я не могу ее потерять ков прогроз я не могу ее потерять а на лакасандах думаю и это просто процесс может быть немного длиннее чем обычно сам? моя связь с сэрой имплантом была снижена но ее респирация и мозг активность все нормальны чтобы быть на безопасности нужно держать ее в легком уровне в течение времени и позволить ее тело повышать в сознание понятное то есть на проснется он через некоторое время спи сестричка с миром это прозвучало как будто она умерла доктор пьеро почти что доль пьера так осматривать можно текстурки то хороши при ближнем рассмотрении все отлично круче было под первого лица все ну ладно нормально но проверяет коста интересно английском языке неп это вздремнуть так лечь и начать сок другой нет нормальный на 600 лет как тоже читали блин все круто пока что этот реально старый добрый масс эффект все точно так же только графика другая анимации лучшим короче все а современник я лично этого и хотел посмотрим что дальше будет до времени то тут нет столько искусственно можно циклы делать а это модули для пистолета какие были для ближние убои тоже прическа такая подготовленные такие вылизанные причем прически аж тошнит вот эти вахи нормально я понимаю растрёпана как положено это тоже такая уже приторная типа солдата такая модель такое ощущение возникло что они стояли прямо на дверь смотрели вот как актеры только мы вышли они сразу побежали не знаю с чего бы все не слава богу мы можем сканировать прикольно вау фазовая катушка фазовая катушка для моделирования энергетических потоков стояний устройств соответствует заданным параметрам круто сломано что-то вау фазовая катушка вау фазовая катушка ползает за лентой и закрутим пылесос типа удобно аптечка точно такая же еще старая добрая атмосфера масс эффекта единственное что двери поменялись вот это зря раньше такие ламповые были на дверях значки красная закрыта зеленая открыта и оранжевая можно взломать такие они были классные уже привыкли к ним чем мы поменяли теперь голубенькая а вот красненькая стала ну не такие как были а так все вот такое же качество выше для пота так чем мы можем еще отсканировать человек нельзя отсканировать человека поход делаем мы только скриптовые вещи можем сканировать это плохо я думал все подряд бы покой что пойдем спокойно ходить единственное когда такая более менее реалистичная анимация движения то не так удобно двигаться появляется инерция при движении особенно из-за этого страдала игра ведьмак 3 когда только вышел там так не просто был персонажем управлять в городах когда надо аккуратненько где-то пройти пару метров а он начинал прыгать там дергаться потом подправили это но все равно не супер в этом плане старая кривая анимация как шепард у шепарда масс эффект их было лучше но выглядело хуже конечно теперь такое ощущение девушки отец упоминался как раз фамилия райдер ты его отец вот эта девушка вот стояла мы вошли и она побежала выглядит как будто актер какой-то чтобы она начинала бежать чуть заранее того не знаю блок данных дневник событий автоматизированный дневник события 2819 идентификатор кипей кипи и z отбытия подтвержден вот 2 185 то есть три шаттла корабля от ковчега даже отплыла с азари с турианцами и людьми спят погружение в криостас подтверждено а вначале было песни 600 для ли это 600 чем-то когда мы только прибыли казани автоматически датчика записаны отклонение от курса коррекция курса в триста сорок седьмом году 200 не 200 сколько там 150 лет прошло ковчеге парчера ли в синие на тану состоянием норме обнаружен сбой датчиков за ремонт датчиков неудача конечная точка курса утверждено близость конечной точки подтвержден вывод из криостаза секундочку 800 19 больше получилось 785 должны были долететь дольше получилось nexus пачер ли синие на танус не обнаружены а все понятно сбой датчиков хрень всякая ошибка ну будем инвестигейт они говорят расследовать на рельс бог уж это соты используется почему-то когда делают что-то будущее как бы хай-тековая все время соты такие используют интересно интересно то есть она вниз к когда мы приглядываемся на еще вниз камеру опускается пульт управления монорельсом поехали да гигантский получается корабль растут еще внутри монорельс есть сколько ресурсов на было чтобы такой построить а кем контролу попут мы 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 да интересно лишь по любому инопланетян встретим каком уровне развития они будут шкафчик сары всех осмотрел так оставил открытыми охладитель воды от соски камень камень и счастье там джип просили нажать о научные данные три нуля круто дан минерал данные вулканическая порода состав 68 процентов калевый полевой шпат 28 парт 4 суда анализ на земле эту породу называют гранитом идем сканировать водитель воды жидкость присутствует вода анализ это раздача деваху можно сканировать органическая форма жизни на базе днк сто процентов человек день из harper clara инициатива андромета на ли скоро harper является одним из членов команды первопроходца можно просто пионеры назвать галстуки повесите команда пионеров у мужиков тоже можно сканировать так тоже сто процентов является эндрю грир большой дистанции получается сканировать и смотрит дурака мы дома стоит опасаться странно вообще вроде как говорили что здесь такие на расслабоне ответы скоро садимся сенсор по жизни мы дома стоит опасаться посмотрим как он ответит джорни бы алта пипу running around the bridge with the hair on fire адсей бакалов да я не чувствую как это петербург мы вернувшую майки и кейк вак выл файдов системы диалога еще предстоит разобраться понять как тут все действует так руководство для команды первопроходца протокол первого контакта в случае если любой членов команды пионеров встретит представителя неизвестного разумного вида необходимо досконально соблюдать правила первого контакта инициатива андромеда инициатива андромеда придерживается принципов мира и добрососедства агрессивные действия против других рас допускаются исключительно в том случае если те открыто демонстрируют свою враждебность а для команды первопроходца является явственно присутствует риск травм или гибели понятно по возможности не стрелять шлем все мы тут изучили музыку выключили ну все что тут у нас шлем интересно сэм это вио или искусственный интеллект я это как бы просто робот по-моему я и не говорю то есть не как сузи сьюзи с третьей части ох ты по моим гадюка это винтовка называется снайперская автоматы классические не помню как называют цикада по моему пистолет пулемет а по моим 3 хищник секундочку и тут стрелять прямо можно мы не будем ничего пойдем а а с и а 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 с а о с а м супер а так сказать крутые чуваки 7 так чё там дальше да 4 варианта 5 найти скучные ответы роботизированные так сказать интереснее как правило вот эти вот поскорей бы уже выбраться отсюда такой страстный а этот по идее шуточный должен быть недолгая была передышка вы расслаблены попробуем так халава вайка к корр высоте this news button and slept а может и хуже хотелось бы чтобы нас съели будем надеяться и председатель я не могу ты не а и 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 на и и и и и и д медик значит можно кстати серьезно ответить я уже снащиваться не от сайта дуор но пробу прости за брата players я канал массов а этот доктор шутника вначале проверял и у отца кстати костюм как у шепрада прямо n7 цвета те же черт с красными полосочками сразу вспоминается ну с отцом надо серьезно разговаривать к и серьезный мужик серого дмонаста варьи бекаса я райт до миссингом сферст до и датчо мады вот в сене т.к. я промоста ракет ютюхи и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...